Здравствуйте, Саид. Здравствуйте. Проведем с вами сегодня небольшое интервью, постараемся задать вам актуальные для нашего общества вопросы. Скажите, как вы оцениваете российско-абхазские отношения на данном этапе? Ну, вы знаете, отношения России и Абхазии, они стоят на довольно высоком уровне. Я бы хотел сказать, что Россия это единственная страна в мире, которая не разговорами, а конкретными делами помогала и помогает Абхазии. Очень сложное для нас время. Может, это будет излишне сегодня, но я бы хотел привести некие цифры, которые характеризуют поддержку России, нашей страны. Это в обозримом прошлом, это буквально где-то с 2015 года по сегодняшний день. Прямой финансовой поддержкой из России в Абхазии выделено порядка 30 миллиардов рублей. Это, конечно, значительная сумма. Более того, я хотел бы сказать, что 32 тысячи сегодня абхазских пенсионеров получают российскую пенсию. Это буквально где-то 140 миллионов рублей в месяц. Но самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что после признания нашей республики Абхазии гарантирована безопасность. Нет той негативной обстановки, чем жил абхазское общество все послевоенные годы. Этой ценой мы должны дорожить. Что касается антироссийских настроений в Абхазии, в принципе, их быть не можем. Это все искусственно выдуманное в рамках политической борьбы. Когда представитель власти, а в том числе государство, говорит о том, что в Абхазии есть антироссийские настроения, и кто-то портит их, то непременно он должен говорить, кто именно это делает. Потому что у нас есть абхазское законодательство, мы независимая республика. Если кто-то нарушил закон, он должен нести ответственность. Хочется видеть данные этих людей. А по-другому это, конечно, элемент политической борьбы. И вообще, в принципе, термин «про-Россия», «анти-Россия» они недопустимы, потому что в итоге это будет вредно для нашего общества всего. У нас в Абхазии плюрализм мнения, и каждый имеет свою позицию. Но когда мы находимся за пределами Абхазии, в больших кабинетах в России, мы должны непременно друга поддерживать. А не говорить о том, что в Абхазии есть такие, в Абхазии есть такие. Это тем самым рушит, портит наши отношения с Россией. Это вина, конечно, действующей власти. Здесь я не могу вас не спросить о том, как вы относитесь к вопросу апартаментов, строительства апартаментов в Абхазии. Вы знаете, я по этому поводу тоже высказывался, по поводу апартаментов. У нас, конечно, существуют сегодня проблемы, которые нужно решить. Это, конечно, и электроэнергия, и инженерная инфраструктура. Но самое главное, знаете, Эмиля, парадокс этого всего заключается в том, что мы пытаемся заботиться о иностранных гражданах, которые будут у нас жить, но при этом сегодня мы не заботимся о своих гражданах, которые у нас сегодня здесь живут. Если взять, то сколько и ветераны военные, и молодые семьи не имеют собственного жилья. В первую очередь нужно помогать им. Вообще уровень жизни наших граждан находится в очень низком уровне. Вот был проект закона разрешить апартаменты в восточной части Абхазии. Но куда было бы лучше, если бы не апартаменты там строились, а вот сейчас мы знаем, есть инвест-программа, которая дает финансовые средства под очень мизерные проценты нашим предпринимателям. Если в прошлом это составляло 2 миллиарда, сегодня это 10 миллиардов. Вы представляете, если бы эти средства были даны людям, которые смогли бы что-то построить и в сельское хозяйство, и туризм, и при этом платить налоги. Это было бы хорошо для всего государства. А сегодня вот эти 10 миллиардов, они распределены на 10 человек, на 13, на 13. И за это, конечно, рассловение общества и уровень наших граждан очень низкий. И ни в коем случае, конечно, вопрос апартаментов даже не может быть в этом рассматриваться. А что по поводу инвестиционного соглашения, которое сейчас обсуждается в парламенте? Если говорить об инвестиционном соглашении, я то же самое скажу, что в первую очередь мы должны думать о собственных предпринимателях. Когда мы освобождаем от НДС иностранных граждан, но при этом наши граждане, которые сами ведут бизнес, будут платить этот НДС и не имеют никаких льгот. Конечно, я вообще, знаете, что считаю, что вот такие важные вопросы для страны мы должны обсуждать в широком кругу. Кстати, президент говорил нам о том, что после определенных политических событий, что он готов общаться с оппозицией, что он будет это делать. Но, к большому сожалению, это осталось в прошлом. Никаких консультаций с нами президент не ведет, а сам единолично принимает определенные решения. Конечно, я думаю, что впереди у нас президентские выборы через два месяца. Вот кто выиграет на этих президентских выборах, он, кто будет иметь власть от наших граждан, тот и должен в итоге подписывать эти соглашения и выносить. Как раз можно тут перейти к вопросу о том, как вы оцениваете вообще политическую обстановку в Абхазии. Политическая обстановка в Абхазии, конечно, вы знаете, лимит доверия и легитимность власти, она находится на очень низком уровне. Я думаю, что это все происходит потому, что действующая власть не выполнила тех обещаний, которые были даны в период предвыборной кампании. Были даны обещания структурных изменений и реформ, но ничего за этим не последовало. Вот я приведу элементарный пример, который не требует денежных средств, просто сокращение государственного аппарата. Один из примеров есть Министерство экономики, есть советники президента по экономическим вопросам, есть управление экономики, да, а самой экономики нет. Мы так себя долго обманывать не можем, нам нужны реформы, и первая реформа – это сокращение государственного аппарата. Легитимность власти, на мой взгляд, она находится на очень низком уровне, потому что сегодня наши граждане видят, что власть не слышит своих граждан. У нас в Конституции записано, что основным источником власти являются граждане нашей страны. Когда власть не взаимодействует с людьми, происходят проблемы, с которыми власть сегодня сталкивается. Вы возглавляете общественную организацию, которая называется «Современное государство». Скажите, пожалуйста, почему такое название? Ну, вы знаете, да, мы учредили общественную организацию именно под названием «Современное государство», потому что в нее вошли люди именно с современным образованием, не заточенные под командой административную систему управления во времена, когда еще строился Советский Союз, а именно заточенные под рыночные отношения, под капельстическое устройство государства. Расскажите немножко больше о деятельности вашей организации «Современное государство» и о том, какие вот ближайшие планы у вас. Ну, у нас, видите, впереди большой политический процесс выбора президента. У нас в перспективе в этом месяце будет съезд нашей организации, где мы поддержим одного из кандидатов президента. Ну, и мы будем активно участвовать в политических процессах, которые будут происходить в будущем. Спасибо. Спасибо за открытое мнение. Спасибо большое. Всего доброго.